Президент Франции Макрон выступил с речью о секуляризме и исламе, что вызвало у многих удивление. Через два месяца после пламенной речи французское правительство спровоцировало дебаты и протесты после того, как представило законопроект под названием «Уважение принципов республики», более известный как законопроект о сепаратизме. Он подвергается широкой критике, особенно со стороны мусульман, как дискриминационный. На конец февраля этого года французские депутаты обсудили около 1700 предложенных поправок 51 статьи законопроекта. Если законопроект получит одобрение в Сенате, что вполне вероятно, он будет принят в течение нескольких месяцев. Во имя антисепаратизма законопроект должен ввести меры, которые, по мнению критиков, подарвут гражданские свободы в целом и стигматизируют мусульманское сообщество страны. Среди ключевых мер – санкции, штрафы за разжигание ненависти в интернете, ужесточение контроля за обучением на дому, ограничение на пожертвования религиозным группировкам из-за границы и требования для всех ассоциаций во Франции, получающих государственное финансирование, подписать контракт, обязывающий уважать республиканские ценности. Санкт-Петербург – Санкт-Петербург Спорный законопроект также направлен, среди прочего, на продление запрета на хиджаб для студентов университетов и на ношение религиозной символики родителями во время школьных поездок. Законопроект также запрещает свидетельство о девственности, культурной явлении среди некоторых этнических групп, как попытку, как утверждают французские власти, защитить женщин. По словам Жан-Лука Меланшона, главы левой партии « Le France Insoumise», мы не строим Францию против тех, кто ее составляет. Этот текст бесполезен, он опасен. В то время как французское правительство оправдывает законопроект попытку борьбы с радикализмом в обществе, критики говорят, что это часть более широкой кампании по изменению политики Парижа в плане ограничения социальных свобод. По словам Сары Мазуз из Национального центра научных исследований, вопреки тому, что говорит правительство, оно не собирается усиливать закон 1905 года о секуляризме, оно собирается ввести более жесткий контроль в гораздо больших сферах общества. В середине января ряда организаций со всего мира подал официальные жалобы в Совет ООН по правам человека, призывая этот орган предпринять какие-то меры против разгула государственного злоупотребления в отношении мусульман во Франции, которое насчитывает более двух десятилетий. В одном из последних споров о хиджабе французские власти запретили в феврале 2019 года продажу спортивного хиджаба. Факт то, что французские власти преследуют своего рода структурную исламофобию и дискриминацию в отношении мусульман с 1989 года. Это стало более заметным в 2004 году, в период после терактов 11 сентября в США, когда был утвержден запрет на ношение хиджаба в государственных школах Франции и запрет на негаб в общественных местах в 2010 году, а также принят закон о борьбе с терроризмом 2017 года под названием СИЛТ, укрепление внутренней безопасности и борьба с терроризмом, которое, как выяснилось, разжигает исламофобию и нацелен на мусульманское сообщество во имя борьбы с экстремизмом. Угрозы закрытия мечети под предлогом борьбы с ненавистническими высказываниями в последние месяцы стали более серьезными. В то время как Франция пытается представить себя страной свободы, равенство и братство, ей не удалось наладить хрупкие отношения со своей собственной мусульманской общиной, которая насчитывает более 5 миллионов человек. Париж снова и снова демонстрирует, что не упускает ни одной возможности наказать в коллективной форме мусульманскую общину после любого инцидента, связанного с экстремизмом. Париж, что мы должны отмечать, это сепаратизм исламист. Это сепаратизм, теоризм, политико-религию, который конкретизируется с экстремизмом с церковью 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 церковь, который часто смеется на конституционной сообществе. В этом исламе радикале, потому что это в голове, Вскоре после убийства учителя французского языка Сэмюэля Пати чеченским беженцам, французские мусульмане Они обнаружили, что их религиозные ритуалы попирают не только основные средства массовой информации Но и правящая элита, прежде всего президент Франции Который, по-видимому, думает, что единственное, что может спасти их политическую карьеру Это разжигание исламофобии Президентство Макрона сопровождалось мощными демонстрациями И акциями протеста против пенсионной реформы Повышение цен на топливо, насилие со стороны полиции и роста безработицы Хотя решение этих экономических проблем – сложная задача Самый простой способ отвлечь от них внимание Создав еще один кризис, установив здесь бинарную оппозицию Между исламскими ценностями и ценностями республики При этом первые подрывают вторые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так называемый закон о сепаратизме Прежде всего вскрывает настоящую проблему Глубоко укоренившуюся во Франции Елисейский дворец не хочет признавать, что ислам является религией Франции Последователь этой религии составляет значительную часть населения Франции Обвиняя своих граждан-мусульман Париж фактически обращается с ними как с чужаками И, следовательно, отделяет их от остального французского общества Иными словами, то, что вызвало сепаратизм Это не мультикультурализм, а двойные стандарты Которые французская правящая система Демонстрирует по отношению к части своего общества Сказать что страна Мы хотим, чтоשר Forget И что женит на give г listening И35. И мы хотим жить вместе У нас Para общаться А One love is и большие заблуждения А по словам, много тус sauna, много тус ecoger Субтитры создавал DimaTorzok